Манихейство. Подзаголовок. Происхождение Манихейства. У персидских магов появилось стремление восстановить и древнюю отечественную религию Зоруастра во всей ее чистоте. Но среди магов произошло разделение. Одни из них и большинство изменили несколько древний дуализм, подчинив оба начала доброе и злое Ормузда и Аримана одному верховному существу. Другие, напротив, держались строгого дуализма и образовали даже особую религиозную партию магусеев. Во время борьбы этих партий один из магов, принадлежавших к последней из них по имени Манес, славившийся своей ученостью под влиянием христианства, распространившегося на границах Персии и гностических воззрений, также бывших в ходу на Востоке, задумал объединить христианство с дуалистическую религию Зоруастра, находя сходство между ними. Манес сначала было принял христианство и даже был пресвитером в Агвации, но был отлучен от церкви за свой персидский дуализм. Затем он является при дворе персидского царя Сапора I, приобретает его благосклонность, но по проискам противной партии магов около 270 года принужден бежать в Индию. Здесь, заключившись в пещеру, он обдумал свою систему и изложил ее в сочинении, известном под названием «Яртенки Мани», которое составило для его учеников как бы Евангелие. Возвратившись в Персию, он снискал благосклонность царя Гормизда, но при его преемнике Варане I, 276 год, признанный побежденным в споре с магами, был казнен. Система манихейства следующая. От вечности существуют два царства. Царство Духа, Добра и Света и Царство Материи, Зла и Мрака. Первое состоит из пяти чистых стихий – огня, воздуха, света, воды и земли. Второе из пяти нечистых – бури, тины, тумана, дыма и бессветного жара. В первом – властитель бог добрый, во втором – злой демон. Первого окружают двенадцать истекших из него чистых духов эонов, второго окружают духи тьмы, которые как между собой, так и со своим властителем находятся в постоянной вражде. Страница 63. Между обеими царствами вечная и враждебная противоположность. Однажды демоны издали увидели очаровательный блеск Царства Света и зависти, гармонии и порядку, существующему в нем, сделали на него нападение. Но Отец Света для защиты границ своего царства произвел из себя Эона, Матерь Жизни, который для непосредственной борьбы с духами тьмы производит еще нового – Эона первого человека, называемого у манихеев еще Христом и Иисусом, Словом, Сыном Божьим. Первый человек вместе с пятью чистыми стихиями вступает в борьбу с демонами, но истощается в ней до того, что демоны успевают овладеть частью его светлого существа. В таких обстоятельствах Отец Света на помощь ему производит еще Эона Животворящего Духа. Этот освобождает от опасности, не поглощенной еще царством тьмы, часть первого человека и помещает ее в Солнце. Эта часть Иона есть Бесстрастный Иисус или Бесстрастный Сын Человеческий. Часть уже, поглощенная царством тьмы, есть Страждущий Иисус, Страждущий Сын Человеческий. Таким образом, через Страждущего Иисуса в средине между двумя царствами происходит смешение светлой материи с материю тьмы. Страждущий Иисус в этом случае делается душой мира при помощи Животворящего Духа. Он образует видимый мир, в котором перемешано духовное с материальным. Но световая материя стремится к освобождению от уз материи тьмы, чему помогает и Бесстрастный Иисус, присутствующий на Солнце, притягивая ее к себе, и Животворящий Дух, носящийся в эфире, очищая ее и препровождая в Солнце. Сатана замечает освобождение Страждущего Иисуса, и, чтобы положить этому конец, предлагает своим духом собрать все имеющиеся в царстве тьмы частицы света в одно место и заключить их в материю. Действительно, демоны собирают частицы света, и Сатана, облегший их в материю, творит таким образом человека по образу первого человека, Эона, красотой которого он был поражен. Частицы света, сосредоточенные в одном месте в человеке, составляют его разумную душу. Чтобы последний не узнал о своем духовном происхождении, Сатана запрещает человеку вкушать от древа познания. Но Бесстрастный Иисус, явившись на землю в образе змеи, научает его вкусить от древа познания, и человек узнает таким образом о своем происхождении. Чтобы затмить это сознание, Сатана задумал раздробить разумную душу человека. Из материи и оставшихся еще небольших частей света он создает жену, в которой по незначительности света берет перевес материи, чувственность. Страница 64. От брачного союза человека с нею рождаются дети, от последних нарождаются новые поколения людей и так далее. При этом разумная душа, разделяясь по отдельным личностям, дробится на мелкие частицы, которые удобно удерживаются в материальных телах, как в темницах. Царство тьмы, таким образом, совершенно овладело духовную природу и посредством ложных религий, иудейство и язычество, продолжало поддерживать свое обладание. Но вот, для освобождения своей страждущей половины, бесстрастный Иисус сходит с солнца на землю, принимает только вид человека, Христа, докетизм, общается с людьми, открывает им об их духовном происхождении и научает, как освободиться от материи. Ученики Христа, как люди, в которых материя взяла перевес над духом, извратили его учение. Предвидя это, Христос обещался после себя послать в мир Параклита, Духа Утешителя, чтобы он очистил его учение от всякой примеси чувственности, продолжил и исполнил его дело. Параклит действительно явился в лице Манесса и открыл Царство Божие. Теперь душа мира, узнавшая вполне о своем происхождении при помощи животворящего духа, обитающего в воздухе, освобождается от оков материи, впрочем, только в одном человеке, так как в нем только она дошла до самосознания. Средство к освобождению от материи – это строгий аскетизм, поэтому Манесс проповедовал удаление от брака, запрещал употребление вина, мяса и прочего, запрещал даже срывать растения и убивать животных, так как в тех и других находится душа мира, хотя и в бессознательном состоянии. Последним актом мировой жизни по системе Манесса, как и по системе гностиков, будет восстановление первоначального дуализма, когда этот видим мир сгорит и мировая душа возвратится к своему источнику. Сатана со своим царством будет уже бессилен тогда. Секта Манихеев распространилась преимущественно в западной половине Римской империи и особенно была сильна в IV и V веках. Против Манихеев издавали строгие законы Диоклетиан 287 год и христианские государя IV и V столетий, но секта их не уничтожилась, скрываясь только на время и затем снова являясь, хотя и под другими названиями, пишет Смирнов.